Я думаю, скорее всего, что отсутствие Путина, это идет на пользу Трампа, потому что если Путин бы приехал, то, конечно, было бы гораздо больше и статей о России, поднимут вопросы о вмешательстве и целый ряд других вопросов, которые, в общем, Трампу не нужны. Так что, я думаю, это его где-то выручает, то, что Путин не приезжает, и, так сказать, Лавров выступает и будет, так сказать, вести очень обычную, так сказать, речь какую-то. Я посмотрел на повестку дня Генеральной Ассамблеи, и все эти вопросы о климате, об экологическом развитии экономики, о универсальном доступе к медицинскому обслуживанию, темы, которые идут в разрез политика и Трампа, как раз Америка будет отсутствовать на этих встречах. Я думаю, это тоже показательно. И, в конечном итоге, я думаю, что Трамп воспользуется случаем 24 сентября, в общем, высказать темы, на которые будут для него ключевыми в президентских выборах в 2020 году. Трамп, скорее всего, поддерживает ту же самую линию, которую он поддерживал в прошлом году на выступлении, и это антиглобализация. И второе, второе, критика безответственных акционеров, такой термин существует. То есть, ожидалось, что страны смогут вести себя ответственно в новом миропорядке, они себя не ведут. Поэтому американская лидирующая роль будет подчеркиваться. Но мы знаем, что президенты своих речей не пишут, кроме Рейгана, очень редко проверяются. Поэтому, наверное, те две основные темы будут. Но импровизировать Трамп будет по традиции? Будет, будет. К ужасу или к приятным удивлению многих. Это уже, как говорится, можем подкинуть монету. Мы знаем, что генассамблеи, как у шляпы, очень важны поля. Так вот, собственно, на полях генассамблеи будет много очень интересного. Во-первых, Блумберг передавал, что президент Трамп готовится к возможной встрече с президентом Ирана Рухани. Причем там есть, в общем, вроде бы такой забавный план, что на встрече французского президента Эммануэля Макрона с президентом Рухани может вдруг появиться Трамп. Многие говорят, что в этом, на самом деле, не заинтересован Иран, потому что, ну, последовательно и громко духовный лидер Ирана, Аминэй, он, конечно, ни о каких переговорах с Соединенными Штатами говорит, что речи быть не может. Но посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова